Привет всем покемонаманам! Популярность игры стремительно растет вверх, а это значит, что новым пользователям будет интересно узнать самый крутой, быстрый и действенный метод поднятия опыта в игре Pokemon Go, и я вам сейчас о нем расскажу. Для начала нам понадобится поймать очень много покемонов. Ловим всех подряд, но особое внимание уделяем тем, для которых нужно совсем немного конфет, чтобы эволюционировать. Прежде всего это покемоны типа Пиджи, Катерпи, Видл. Они встречаются чаще всего и для следующей стадии им необходимо всего 12 конфет. Далее идут Иви, Нидораны обоих полов, Поливак и Ротата. Их эволюция нуждается в 25 конфетах. Кроме того, довольно часто встречаются Мяут, Псайдак, Спироу и Изубат. Их тоже собираем, хоть и для превращения им нужно аж целых 50 сладостей. Но тут есть своя фишка или баг, не знаю, как правильно это можно назвать. При эволюции вам возвращается одна конфета. Например, вот если у вас есть 12 сладостей и один пинджи, то после эволюции останется Пиджот и одна конфета. Это правило действует и на других покемонов. Зверьков оставляйте только самых мощных, остальных пускайте на конфеты вообще не раздумывая. У вас будет получаться примерно одна эволюция на 3-4 пойманных покемона, если речь идет о тех, которым нужны 12 конфет и одна эволюция на 6-7 пойманных 25 конфетных зверьков. Например, за день вы поймали 20 пинджей. Это значит, что у вас уже есть 60 сладостей. Делим 60 на 11 и получаем, что вы можете эволюционировать 5 покемонов. Оставляем еще одного для запаса, но остальных самых слабых и ненужных пускаем на конфеты. Получается, что у вас из этих 20 останется всего 6 и еще будет 60 плюс 14 и того 74 конфеты. Их как раз хватит на эволюции 6 пиджи. Но вы можете оставить еще одного пиджика, тогда у вас будет 73 конфеты и вы сможете сделать 6 эволюций, а потом ненужных 5 слабых джот также отправить на конфеты. Ну и с их помощью, естественно, совершить 7 эволюцию. При помощи таких расчетов копим у себя покемонов, ну и не эволюционируемых, вам придется скопить достаточно много покемонов, чтобы получить максимум от этого способа. Но советую долго не затягивать. Использовать такой метод можно уже с 15, 16, 18 уровней игрока. Как показывает практика, за полчаса реально эволюционировать около 60 покемонов. Сейчас у меня 22 уровень, я ни одного покемона не эволюционировал, ждал этого момента. И теперь я могу перевести на следующую стадию более 150 покемонов из 220 доступных мне на данный момент. Что нам еще понадобится? Ну конечно нам понадобится счастливое яйцо, которое даст дополнительное удвоение опыта на 30 минут. Приступаем к процессу. Используем заветное яйцо и начинаем просто всех подряд эволюционировать. Вы будете получать очень много опыта, особенно в первый раз, поскольку некоторые из тех покемонов, которые эволюционировали, они не находятся в вашем покедексе. То есть вы будете получать дополнительные очки просто за то, что покемон эволюционировался и его у вас еще не было. Я думаю, что вы уже убедились, что такой способ действительно работает. Тем лучше, что его можно повторять сколько угодно раз. А на этом у меня все. И теперь вы знаете, как быстро, а главное качественно прокачать своего персонажа в игре Pokemon Go. Обязательно ставь лайк и подписывайся, если делал так же, как я. С вами был канал Шаргеймс, меня зовут Димон, до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!